Значит, праздник независимости, Independence Day. Это было 4 июля 1776 года. Что было в 1776 году? В 1776 году. Была подписана декларация о независимости. Независимости от Великобритании. И это привело, вот это вот событие, это привело, в принципе, к созданию той страны, в которой мы живем, к созданию Соединенных Штатов Америки. Еще раз, 1776, то есть, в принципе, это день рождения Америки. День рождения. Так что с днем рождения вас. И тогда принимали участие 13 колоний или 13 штатов, это там на восточном побережье. И потом на будущий год к ней присоединились, к этим штатам присоединились другие штаты. Подписал декларацию, было написано при президенте, третий президент Томас Джефферсон. Ну, в принципе, вы можете подробности увидеть на интернете. То есть, Америки, если сегодня ее день рождения, то Америки, в принципе, даже нет четверти века. Она еще, то есть, ну, через шесть лет, через шесть лет, в 2026 году Америке будет 250 лет. То есть, мы живем в очень молодой стране. Очень молодой. То есть, по нас на фоне других стран, европейских стран, или особенно вот восточных стран, дальневосточных стран, такие, как Китай, или даже Медлист, там, где вот Ирак, там, Израиль, Сирия, это вообще, это не то, что молодая страна, это вообще новорожденная, считай. Но я в самом начале сказал, что была объявлена, была подписана декларация «Независимость от Англии». От Англии. То есть, это принципиально. Не просто независимость, а независимость от кого-то. И вот это вот принципиально. Вот это, в принципе, все, что я буду говорить. Ну, всем нравится независимость, все к ней стремятся, все мечтают о ней, все за нее борются. Ну, потому что всем хочется быть независимыми. Никто не хочет зависимости. Потому что независимость, она ассоциируется со свободой, а это, в принципе, и есть цель всех. Потому что зависимость – это плохо, даже в духовном смысле. В духовном смысле. Быть зависимым, он зависим от чего-то, или там, от какого-то духа, или от каких-то вещей, это какие-то страсти, это плохо. Это нарушает нашу свободу. Это значит, кто-то владеет тобой, кто-то у тебя господин. И Господь сказал, что вы не можете служить двум господам. Понимаете? То есть, если у тебя есть какая-то зависимость от чего-то, или от кого-то, кроме Бога, то, в принципе, ты не можешь служить Богу. Поэтому апостол Павел сказал, если бы я… Павел говорит, ничто не должно обладать человеком. И в другом месте он говорит Галата, что если бы я имел страх перед людьми, если бы я людям угождал, то я бы не мог быть рабом Христовым. То есть, невозможно, понимаете? Это невозможно. Поэтому независимость – это понятие не абсолютное, а это понятие относительное. Независимые, если человек… Речь идет о независимости, то независимость от чего или от кого? Нужно ставить следующий вопрос. Кто-то говорит, я независим вообще ни от чего, ни от кого. Ну, это, в принципе, уже попахивает анархией. Но когда человек хочет быть в таком состоянии… Как, скажем, я в самом начале сказал, что они объявили свою независимость от Великобритании. Потому что они хотели быть независимым с тем, чтобы жить своей жизнью и поклоняться Богу так, как они понимают, согласно Писанию. Но это не абсолютное понятие. То есть, нет полной независимости ни от чего. Человек должен выбирать, от чего он зависим, а от чего он независим. Потому что, если человек стремится к полной и абсолютной независимости, которая, в принципе, не существует, то это приводит к чему? К анархии. Это вот то, что мы виделись в Сиатле. И, может быть, до сих пор там какие-то остатки еще остались. То есть, это полная анархия. Но это временно. Почему? Потому что те люди, которые объявили независимость и стремятся к анархии, они в конечном итоге выберут какого-то лидера там, какое-то появится начальство, какое-то появится правительство, от которого они будут, что? Зависимы. Поэтому, в принципе, вот эта вот независимость, в принципе, абсолютная независимость, что есть тире, анархия, это чистейшая утопия. Или говорят духовным языком, это штует. Понимаете? Ну, вернемся к Библии. Когда Израиль был в плену, он был зависим от Египта. То есть, зависимость – это есть плен. Поэтому, ну, никто не хочет быть в плену. Никто не хочет быть в плену. Кроме того, что в плену у них была тяжелая жизнь, у них были еще… Это был еще… Плен еще связан с духовными проблемами, а именно, потому что они зависимы от Египта, они не в состоянии поклоняться Богу так, как Бог хочет этого, потому что они зависимы от Египта, они не свободны. То есть, их господин Египет. И как мы уже… Как Господь сказал, я уже напоминал это место, что нельзя иметь двух господ, потому что ты одному будешь служить, а другому будешь относиться небрежно. Нельзя. Невозможно иметь двух господ. Ну, Бог избрал для себя этот народ, но при этом народ… Да, Он избрал народ, избрал Авраама, Исаака, Якова, потом появился народ, потом народ попал в плен, в зависимость. Плен – это зависимость, и это Божий народ. Но это тот Божий народ, который находится в плену в зависимости, и потому не может служить Богу, который, в принципе, его Бог. То есть, получается какой-то парадокс. Это у Бога есть народ, который не может ему служить. Почему? Потому что он зависим от Египта, от фараона. И поэтому они ждали, хотели независимости. Они ждали освободителя, потом пришел освободитель Моисей и вывел их на свободу. Это было… Это было в исходе в 12 главе. Помните, мы Пасха, вот описано в 12 главе, исход. Но обратите внимание, что дальше произошло. Вот они… Вот представьте, огромная толпа людей. Это еще не страна. Это, в принципе, даже не народ. Почему? Потому что народ не имеет ни правительства. Народ что такое? Что характеризует народ? Народ должен иметь какую-то конституцию, какой-то суд, какое-то правительство. Ну, кто-то. Это народ какой-то, какой-то организация какая-то. То есть, а это огромная толпа в пустыне, где нет ни направления, ни движения, где совершенно ничего нет. И вот они вышли на свободу. Они независимы. Они стали свободны от египтян. Это вот день независимости. Пасха – это, в принципе, день свободы, день независимости. И вот они в пустыне. Но обратите внимание, если вы увидите… Я не буду туда обращаться вместо Писания. Я своими словами. Но уже в 14 главе они стали роптать, когда увидели египтян, которые погнались за ними, и они поняли, что это погибель, потому что это была колесница. Они с колесницами были вооруженные, а это были обыкновенные люди. Мол, зачем ты нас вывел из Египта, Моисей? И поднялся ропот в пустыне. В пустыне появился ропот. Ну, потом вы знаете, чем это все кончилось. Господь их спас, провел через море. Ну, пошли дальше. Пошли дальше по пустыне опять. Это все еще толпа, которая свободна. Она ни от кого независима. Она даже от Бога независима. Почему? Потому что с Богом еще не было никаких соглашений. Это вот эта вот свобода, к которой мы все стремимся. Ну, потом опять начался ропот. Почему? Потому что в пустыне нечего есть, нет еды. Зачем ты нас вывел из Египта? У нас там был чеснок, лук, там что там еще было, там рыба. И нам было хорошо, хоть мы были в рабстве, но мы тут... А тут мы все умрем, и дети наши с голода. Опять ропот, опять недовольство. И там чуть ли не хотели Моисея побить камнями с Аароном. Вот. Но Господь им позаботился о них. В 17 главе опять ропот, то есть 14-17, ропот, что нет воды. Опять, зачем ты нас вывел из Египта? То есть они уже согласны не иметь этой независимости, чтобы только иметь эту рыбу, это там что там, лепешки какие-нибудь, чеснок и так далее. Ну и опять ропот, и опять грех. И... Ну Бог еще, в принципе, с ними так не ругает их, не наказывает их. Он им сказал Моисею, подойди к скале, ударь один раз. И первый раз он сказал, один раз ударите, потечет вода, и вы будете пить. И так далее, и так далее. И вы знаете, что вот это на протяжении всех этих глав, которые описаны в книгах Моисея, там ропот, жалобы, недовольство, возмущение. Но вот так вот они пришли к девятнадцатой главе. Они пришли к горе Синай. Девятнадцатой главе. Господь говорит Моисею, вот это вот важный момент. Он говорит Моисею, если вы будете слушать мой голос, если вы будете исполнять мой завет и соблюдать мои заповеди, то, что будете моим народом. Помните? Девятнадцатая глава. Они еще, в принципе, даже не его народ. Если вы будете соблюдать то, что я вам сейчас дам, если хотите, то вы будете моим народом, а я буду вашим Богом. И иди, говорит, спроси у народа. Ну, он пошел, народ говорит, все, что повелет Господь, мы будем соблюдать и все будем делать. Он говорит, ну, хорошо, тогда приготовьтесь к третьему дню. Ну, и потом мы знаем, что было в двадцатой главе, или это было, а, это было девятнадцатая глава, что Господь сошел, приготовьтесь третьему дню, к сретению с Господом. И Господь сошел. Эта гора была какая? Синай. Это в Египте было. Первый завет. И Господь сказал, да, и Господь сошел на эту гору, гора сильно колебалась, там, ну, там было страшно очень, там было ужасно, потому что сам Бог сошел на гору, и был звук с трубы сильного, очень, и они были в страхе и в трепете. Вот. Ну, и Господь дал свой закон, понимаете, дал свой закон. В двадцатой главе Бог дал свой закон, который они сказали, что они будут исполнять. И потому что они будут исполнять, потому что они вступили в завет, который стоит на чем? На этих заповедях, на этом законе, то теперь Господь говорит, теперь вы мой народ, а я ваш Бог. То есть, если раньше, когда вы роптали, когда вы грешили, когда вы там буянили, когда вы просили еду, я вам давал, вы просили то, я вам давал, но я вам претензий не предъявлял и, в принципе, не наказывал. Почему? Потому что вы независимы от меня. Я не могу наказать чужого ребенка. И ты не можешь. Ты можешь наказать своего. Но когда Израиль стал Божьим народом, тогда уже ситуация полностью поменялась. Теперь они что? Они попали куда? В зависимость. Их независимость закончилась. Бог дал им закон. Для чего Господь дал им закон? Давайте посмотрим, вот у нас есть стих в послании к Галатам в 13 главе. Я извиняюсь, в 3 главе. А, вот написано. Для чего закон? Вот конкретно поставлен вопрос, и вот он дает ответ. Для чего же закон? Он дан по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относятся обетования. В принципе, нас интересует только первая часть этого стиха. Для чего дан закон? Он дан по причине преступлений. В послании к Римлянам там написано, что если нет закона, то нет и преступления. Почему? Потому что нечего преступать. А если нет преступления, то нет и наказания за преступление. Помните Достоевского? Преступление и наказание. Но если нет преступления, то нет и наказания. А когда есть преступление? Преступление есть тогда, когда человек что-то преступил. А когда они в пустыне... Вот анархия. Что такое анархия? Анархия – это... Ты не можешь ничего преступить, ты не можешь ничего нарушить. Почему? Потому что everything goes, нет законов. А если нет преступления, то и нет наказания. Поэтому вот стремятся люди вот к этой вот так называемой утопии, которая в общем-то полная абсолютная независимость. Они стремятся, чтобы делать все, что они хотят и при этом не быть наказанными без последствий. Потому что если нет, there is no speed limit, ты не можешь превысить скорость. И вот здесь, обратите внимание, он говорит, закон был дан по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относится обетование. О каком обетовании речь идет? Обетование, которое Бог дал Аврааму, потом он его повторил Исааку, потом повторил Якову. Так чтобы привести этих людей к этому обетованию, эти люди должны быть организованы, понимаете? Они должны быть упорядочены, они должны не нарушать, они не должны бродить, wonder по пустыне, как говорится. Они должны идти по пути. Потому что Израиль в том состоянии, в котором он есть, он не в состоянии дойти до обетования. Его просто нельзя привести. Независимых людей, вот эту вот толпу, которая там 2-3 миллиона была, толпу невозможно привести никуда. Но возможно привести организованный народ, в котором есть структура, в котором есть порядок, в котором есть закон, в котором есть конституция, в котором есть царь, и где есть правила, заповеди, которые, когда соблюдаются, они идут правильно. Когда они нарушаются, человек получает исправительное наказание, не в осуждение, а исправительное, чтобы он стал опять на путь и продолжал этот путь. Куда он должен прийти? Он должен прийти к пришествия семени, то есть к Иисусу Христу, вот это вот семя. То есть Бог обещал Аврааму, что в семени твоем благословятся все народы, ну в том числе и Израиль, конечно, в первую очередь Израиль, потому что к нему относятся эти даны были обетования. Так вот, чтобы привести этот народ, который бродит, который постоянно ропщит, который постоянно грешит, который не хочет слушать Моисея, который был поставлен Богом, который постоянно жалобы, постоянно недовольство и постоянное противление, сопротивление и так далее, вот эти вот все вещи, таких людей нельзя привести к этому семени. Таких просто нельзя. Почему? Потому что его нельзя исправить. Он говорит, а кто мне закон? Закона нет. А почему ты меня указываешь? У нас нет структуры, мы тут все одинаковые. Как люди все говорят, мы все одинаковые. Нет, не все одинаковые. Есть порядок, есть власть. И эта власть от Бога, Римляне 13 глава, что? Установлена. И он не напрасно носит меч. Понимаете? То есть порядок есть. Если есть преступление, то, соответственно, будет наказание. Но потому что есть по причине этих преступлений, которые якобы не видны. Бог дал закон. Для чего? Чтобы эти преступления были видны. Понимаете? В глазах-то Бога есть преступление, но человек говорит, что а чего? Так вот, когда появился закон, появилось и преступление. А когда появилось преступление, появилось и наказание, и дисциплинирование, и так далее, и так далее. То есть честейзинг такой. Кого Господь любит, того Он и наказывает в этом плане. В этом смысл. Понимаете? Вот для чего был дан закон. Закон, в принципе, не имеет отношения к обетованию. Поэтому люди, которые соблюдают закон, что получить обетование, они находятся в заблуждении. Закон не для этого. Обетование приходит по вере, потому что Бог дал Аврааму обетование, когда еще закона вообще не было, в помине. Моисея не было. Но уже тогда Бог дал Аврааму обетование, которое он принял верой, и это была вера его, она ему вменена в праведность. То есть закон не имеет к этому отношения. Закон не противен обетованию. Он дан с определенной целью, чтобы показать греховность людей, и он дан до времени. Up to the point. Вот когда пришел Иисус Христос, понимаете? Поэтому и написано римляне, по-моему, 10 глава или 4 стих, я не помню, 4 или 5 стих сказано, что «Ибо конец закона кто? Христос». Помните римляне 10 глава. Ну вот в этом-то смысл. В таком состоянии. В таком состоянии, когда это народ, который имеет структуру, который имеет правительство и конституцию. А какая конституция? Ну конституция-то и есть Божие. 10 заповедей и другие заповеди. То есть, которые… Вот так нужно жить, Господь говорит. Вот в таком состоянии Бог говорит, я могу вас привести к Иисусу Христу, то есть к вере, к обетованию, к обетованную землю. Если вы будете все равно, не будете меня слушать, значит, в принципе, опять хотите быть независимы, то вы не дойдете. Но мы знаем, чем это все кончилось. То есть, понимаете, что происходит? Господь говорит в 19 главе Исход, что вы освободились от этих уз, от Египта. Но я могу вас привести туда, для этого вы должны соблюдать мой закон. Как? Опять закон, опять узы. Опять узы, понимаете? То есть, часто Господь говорит, я введу вас в узы завета. Что такое узы? Узы – это вот как бы, когда ты связан, связан этим заветом. Вот. Ну, народ, наверное, говорит так. Ну что, вот только что мы освободились от одних уз, от египетских уз. Сейчас нужно попасть в другие узы. Так какой смысл? Смысл огромный. Смысл огромный. Потому что узы, узам рознь. Я это покажу вам чуть позже. Вот. Ну и давайте посмотрим на этот принцип в другом месте. Видите, в первой книге царств, восьмой главе, в первой книге царств, восьмой главе, есть, по-моему, пятого стиха. Речь идет о Самуиле. И у него были сыновья, но они были… Они не ходили путями, они были неугодны, они уклонялись, брали подарки, то есть судили неправильно. Были not good. И вот пришли старейшины к Самуилу и сказали, пятый стих, Вот ты состарился, сыновья твои не ходят твоими путями. И так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. И не понравилось слово сие Самуилу, когда он сказал, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу. Ну, Самуил с этим пришел к Богу. И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем. Что они говорят тебе? Представляете, Бог такое говорит. Послушай. То есть это нужно быть… Понимаешь, когда ты что-то получаешь, то, что ты хочешь, когда ты получаешь то, что ты хочешь, это не обязательно, что это хорошо. Это не обязательно, что тебе Бог это дал. Это не обязательно, что это Богу угодно. Понимаете? Тут нужно как-то так, он говорит, иди, прокляни народ. Господь говорит, не ходи. Потом пришли другие, дали больше подарков, дали больше денег. Прокляни им народ. Ну, он опять к Богу идет. Вот это вот искушение. Господь говорит, иди. Но мне Бог сказал? Нет, тебе Бог не сказал. То есть, понимаете, не все, что надо смотреть. В данном случае, вот он, смотрите, что он дальше говорит. Сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, смотрите, чтобы я не царствовал над ними. Значит, что происходит? У них уже есть царь. Мелех Исраэл мы поем, мы поем. Мелех Амлахим, царь царей. У вас же есть царь. Ну, что вы хотите другого царя? Если Самуил уже старенький, да, но у вас же царь есть. Этот царь, может быть, не сидит на лошади, это может быть, это не человек, не может быть, а точно это не человек. Но это Бог, сам Бог ваш царь. Вы что, думаете, что вы получите другого царя, который будет лучше, чем этот царь? Он говорит, они не хотят, чтобы я царствовал над ними. То есть, другими словами, они хотят быть независимы от меня, от Бога. Они стремятся к независимости. Они не хотят. Господь говорит, дай им то, что они просят, но это не значит, что это от Бога. И он дальше говорит, как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают и с тобой. То есть, видите, та же тенденция у людей, такая вот какая-то катастрофическая тенденция к противлению, к непослушанию. Но это наша греховная суть, в принципе. Быть независимым. Вот если есть власть, мы бы жили в Союзе, были там недовольны, роптали, бурчали. Сейчас мы живем в Америке недовольны, в Израиле недовольны. Переедеть в другую страну тоже будем. То есть, ну, это такая вот наша тенденция какая-то. Итак, послушай голоса их. И вот Господь говорит, итак, послушай голоса их, но только представь им и объяви им права царя, который будет царством до дневника. Значит, когда Бог говорил, я сейчас буду над вами царем и буду вашим Богом, вот мои условия. Вы должны соблюдать завет, мы должны соблюдать мои заповеди. Тогда я буду вашим Богом, вы будете моим народом. Согласны? Согласны. Но когда они согласились, они вступили в завет, они постоянно нарушали его. Потому что завет – это узы. Завет – это узы. Завет тебя ограничивает. Закон тебя ограничивает. Он тебя как-то связывает. Не убей, не кради. Не поклоняйся другим Богам. Соблюдай субботу. А я не хочу соблюдать субботу. Well, then you're in trouble. Не вожилай дома ближнего своего. Ну, а вот там. А я хочу такой дом. Понимаешь? И так далее, и так далее. Понимаешь? То есть, вот этот завет. И хочу украсть. Нельзя красть. Значит, украл, нарушил завет. Значит, опять нарушается завет с Богом. Не поклоняйся другим. Да не будет у вас других Богов. А он говорит, с самого начала у них постоянно были другие Боги. Постоянное нарушение завета. Постоянное стремление к независимости. Господь говорит, сейчас ты дашь им царя, но пусть также объяви им, 9 стих, какие у царя будут права, потому что он царь, который будет царствовать над ними. И Самуил пересказал народу все слова Господа, 10 стих. И вот он говорит, вот какие будут права царя, служителя. То есть, это что такое? Это накладываются узы, накладываются какие-то ограничения, 11 стих. Вот какие будут, которые будут царствовать над вами. И сыновей ваших он возьмет и приставит колесницам своим, и сделает всадниками своими. И будут они бегать пред колесницами его. И поставит их у себя тысячи начальниками и пятидесятниками, чтобы они возделывали поля, чтобы жали хлеб его, поля его, и делали ему воинское оружие, и колесничный прибор его. То есть, все ему, все царю будет. И дочери ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлеб. Кому? Себе, но это все для царя. И поля ваши, и виноградные масличные сады ваши, лучшие возьмет и отдаст слугам своим. То есть, у вас заберется это все. И от посева ваших, и из виноградных садов ваших, возьмет десятую часть, и отдаст евнухам своим и слугам своим. И рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших, лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами. Окей? Опять. Бог говорит открытым текстом, что если у вас будет царь, вы будете его рабами. То есть, тут о независимости речи быть не может. 18 стих. «И восстинайте тогда царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда». Почему? Потому что вы нарушаете заветы, потому что у вас вы выбрали себе другого царя. И смотрите 19 стих. «Но народ не согласился послушать голоса Самуила, то есть он не согласился послушать Бога, и сказал, нет, пусть царь будет над нами, и мы будем как прочие народы». Они хотят быть как прочие народы. Понимаете? Ваш смысл Израиля в том, чтобы вы были не как прочие народы, иначе вы вообще не нужны. Вас Бог отделил, осветил от других народов, а мы хотим быть как прочие народы. То есть, постоянное противление, постоянное рушение завета. Они согласились на эти узы, только бы, чтобы не быть под узами Божьими, понимаете? Но это же верующие люди. Вот это вот и есть человек. Он согласен на узы человеческие, он согласен на все. Он даже согласен идти назад в Египет в то рабство, иметь фараона своим царем или этого царя, только чтобы не Бог был, понимаете? У вас же есть царь? Нет. Нам те узы больше нравятся. Вот это вот человек. Но это не просто человек, это верующие комьюнити, это верующий народ, это Божий народ, который уже получил закон. Это верующие, которые не хотят Божьих уз. Еще раз, для чего Бог накладывает узы? Не для того, чтобы сделать нашу жизнь мизерабл, а для того, чтобы привести нас к обитованию, к вечности, в небо. Иначе просто вот эта вот толпа, которая не имеет ни направления, ни смысла, ни лидера, ни пути, она просто не придет туда. Она просто не придет. И мы знаем, что вот это вот противление, вот это постоянное буйство, мы знаем, чем оно кончилось для Израиля. Они такие не пришли. Почему они не пришли? Потому что они послушание. Что выражает собой неверие? Поймите, что люди живут постоянно в узах. Вся жизнь человека, она в узах. Без уз нету жизни. И успеет ребенок родиться, мать что делает? Когда ребенок, бебечка, родится такой, что мать делает? Она его закручивает. Он в плену. Он в плену, пока он там начнет сидеть, пока он начнет ползать, он не просто в плену, он связан по рукам и по ногам. Он повернуться не может. Потом он начинает ползать, начинает ходить, ему опять говорят, его ставят куда? Его ставят какой-нибудь, как это называется это? Как? Нет, ну, заграждение какое-то такое. Ну, вы знаете, о чем я говорю. Для чего? Опять он в узах, понимаете? Это нельзя, это нельзя, это не трогай. Спать надо идти рано. Потом идет в школу, а в школе там сплошные узы. Там сплошные ограничения, там сплошное нельзя. По минутам уроки надо делать, делаешь то, что тебе не хочется. Вот так вот вся жизнь. Потом он идет в институт, на работу, и дальше уже сами понимаете. Человеку он все время в ограничениях. Почему? Потому что иначе он вообще никуда не придет. Человек, который может держать себя в ограничениях, который может себя заставить не делать это, а не делать это, а заниматься, например. Получит хорошее образование, потом у него будет… То есть он сконцентрирован, он себя ограничивает, он себя отказывает в чем-то. Он делает тебе хорошую карьеру, он успешный. Почему? Потому что он дисциплинирован. Что такое дисциплина? Дисциплина – это когда он идет по определенному пути, не отвлекается ни налево, ни направо. Но он ограничен. Он ограничен. Верующему человеку нужны узы для того, чтобы, как малыш не вырастет без уз, здоровый ребенок, он может навредить себе, понимаете, он может себя покалечивать, он и так далее. Так и человек не дойдет до жизни вечной, если его не ведешь по определенному конкретному пути. И когда он приступает путь, то Бог его так шлепает и возвращает на путь. Если человек противится, и сколько бы ты его ни наставлял, он противится, то он уходит. Он уходит. Он, в принципе, считается верующим, он может быть в этой церкви, он может быть в этой комьюнити, может быть в народе Израиля, там в пустыне. Но, в принципе, в духовном отношении он уже out there. Он уже сам по себе давно. Когда они шли, двое шли в Эмаус, это Лука, по-моему, в самом конце, по-моему, последний глава Луки, по-моему, 24-го, Иисус Христос стал идти вместе с ними. Уже он воскресший был. Он говорит, а что вы такие скучные, что вы такие печальные? Он говорит, ты что, не знаешь? Ты единственный в всем Иерусалиме, который не знает, что случилось? Мы думали, что он избавит Израиля. Был такой Иисус, был такой Ишуа, он был сильный пророк, человек Божий и в слове, и в деле. А мы думали, мы возлагали на него надежду, что он избавит Израиля. Понимаете, Израиль был под Римом. И они мечтали о независимости от Рима. Поэтому они ждали кого? Мессию. Люди пытаются избавиться от этих уз, которые, скажем, от римских уз, от египетских. В данном случае они мечтали об этом. Но они не мечтали о том, чтобы избавиться из греховных уз. Но именно поэтому они и пропустили его. И поэтому они разочаровались в Иисусе Христе. Почему? Потому что он их не избавил от римлян. Он их избавил от власти греха. Но в этом никто был не заинтересован. Это никого не интересовало. Всех интересовало, чтобы был сброшен Рим. А грех – это, that's okay. Мы вообще не грешим. Мы праведники. Ради этого они хотели Мессию. Но не ради покаяния в праведности, не ради какой-то Божьей праведности или каких-то других духовных вещей. Поэтому Бог часто давал Израилю плен. Он был и ассирийский плен, потом был вавилонский плен. Плен – это… Бог часто лишал свободы свой народ. Почему? Потому что они хотят быть свободными для чего? Для чего? Стойте в свободе, которую дарал им Христос. Да. Но и не подвергайтесь опять игру рабства. То есть, понимаете, Бог часто лишал людей свободы, потому что они хотят быть свободными, чтобы делать свои дела, чтобы жить своей жизнью, чтобы делать то, что они хотят. И поэтому Бог их лишал свободы, лишал этой независимости. Поэтому люди не понимают, что не бывает абсолютной независимости вообще, как я уже сказал. Если ты независим, Америка стала независима от Англии. Но теперь Америка бушует. Почему они бушуют? Это вот молодежь или кто там, или вообще не молодежь, все. Потому что хотят… Мы не хотим полицию. Почему они не хотят полиции? Римляне 13 глава говорит, что он есть служитель Божий, он не напрасно носит меч, делает добро, и тебе не надо бояться полиции. Это римляне 13 глава. Ты боишься полиции? Значит, у тебя есть reason бояться полиции. А ты делай добро, и тебе не надо будет ее бояться. Поэтому мы не хотим… Они хотят делать все, что хотят, причем, чтобы их не было наказания, чтобы их никто не привлекал к ответственности. Мы не хотим, мол, defund police. То есть вот это вот утопия, вот это вот оно и есть. Это вот оно и есть. Это дух, это дух анархии, это независимость, которые не хотят никаких уз, без которых ты вообще никуда не придешь. И потому что они не хотели… Это Божья земля, и потому что они не хотели на ней служить Богу, не хотели быть зависимыми от Бога, потому что они не хотели, чтобы Он царствовал над ними, как Он сказал. Так Он говорит, вы хотите… Окей, значит, вы будете служить… Вы не хотите служить мне, будете служить на выходе носора. Но не здесь, потому что это моя земля. А будете служить на выходе носора на его земле. И поэтому они пошли в плен в Вавилон. Если человек не смиря… Если человек не хочет смиряться перед Богом, то Бог дает ему другой какой-то плен. Понимаете? Он попадает в другой плен. Духовно в Вавилонский плен или египетский плен. Я уже вспоминал Галаты 1 глава, где Павел говорит, что я не угождаю людям, то есть я свободен от людей. Независимость – это относительное понятие. То есть я независим от людей. Почему? Потому что если бы я угождал людям, то я не был бы рабом Христовым. То есть промежуточного состояния нет. Или ты раб людей, или ты раб Христов. Нельзя и там, и там. Нельзя два Господа, чтобы было. Но человек, который угождает людям, то он уже не будет угождать Богу. Вот Понтий Пилат хотел угодить этим первосвященникам, и что он сделал? И он послал его на распятие, отдал его на распятие. Чтобы угодить, я сделаю то, что… Он сделал то, что они хотят. То есть это исключает. Одно исключает другое. Поэтому Писание постоянно говорит, нельзя угождать людям, нельзя угождать никому, кроме Бога. А если угождаешь, то для назидания этого человека. Нельзя быть в страхе перед человеком, потому что страх – это рабство. Помните, через страх смерти мы были подвержены рабству, поэтому он освободил нас от этого рабства. То же самое, почему Бог не дал свой закон Израилю, когда они были в Египте? Потому что они и так рабы, у них уже и так есть узы. Они не в состоянии будут соблюдать закон, потому что они должны… Они не в состоянии будут подчиняться Богу. Почему? Потому что они подчиняются кому? Фараонам. Это невозможно. Поэтому он их сделал независимыми, независимыми от фараона, чтобы они стали зависимы от Бога. Они же, будучи независимы от фараона, захотели быть еще и независимы от Бога. And it doesn't work. И поэтому так трагически кончилась жизнь миллионов людей. Узы, которые накладывает Бог на них, или узы, которые накладывает Бог на нас, они спасительные, понимаете? Они спасительные. Это зависимость от Бога. Ты зависим от Бога. Поэтому Господь сказал, что если вы не будете как дети, то вы не войдете в царство. О чем он говорит? Что дети доверчивы. Ну, в общем-то, и не обязательно, потому что ты ребенку говоришь, делай то, делай то, он тебя не слушает. А раз не слушает, значит, не сильно он доверяет. Что характеризует ребенка? Может, я уже говорил этого. Ребенка характеризует то, что он полностью зависим от своих родителей. Если ребенка сделать независимым, то что? То эта независимость, она будет губительна для него. Он просто себя погубит. Потом он вырастает, этот ребенок становится юношей, и он начинает бунтовать против родителей. Почему? Потому что он хочет от них независимость. Он не хочет, чтобы ему говорили, что нужно делать. Но эта независимость для многих подростков заканчивается трагически. То же самое и здесь. И мы это прекрасно понимаем, мы жалуемся, что наши дети растут и не слушаются нас, и я не знаю, что делать, мы говорим. Да, но при этом мы сами не обращаем внимания, что мы сами пытаемся быть независимы от Бога. что есть что губительное для меня, точно так, как губительное для ребенка быть непослушным. Потому что вот эти вот, как родители везут этого ребенка, они же, знаете, как-то ребенок, я видел детей, как-то надевают эти вот на них, ну, как на собак вот этих, как поводок, они потом... То есть он туда, и вот тянут назад, то есть он не свободен. Да, ну дай ему свободно, он попадет под машину. Понимаете? То же самое и здесь. И вот я хочу туда, я хочу идти за своими очами, я хочу идти за своими хотениями. Но Бог меня отдергивает. Почему? Потому что если я пойду вслед за своей похоти, то я погибну. Никакой независимости от Бога речи быть не может. Нужно постоянное послушание в перемешку со смирением или смирение с послушанием. Наверное, смирение все-таки первично. Когда человек смирен, тогда он будет слушать. Наверное, так. То есть смирение и послушание и кротость – вот это вот фундаментальнейшие вещи для верующего человека. Без этого никто никуда не дойдет. Никто куда ей жизнь показывает. Иаков, первая глава, стих у нас 22. И вот он говорит, «Вам было дано слово». Хорошо, 22 стих. Теперь он говорит, «Будьте же исполнители слова, а не слышите ли только обманывающие самих себя». Что это значит быть исполнителем слова? Писание говорит, «Живите по слову». Как юноша хоронить себя? По слову, да? По слову твоему. То есть нужно жить верующему человеку, что? По слову. Что это значит? Это значит, что ты должен исполнять слово. Будьте исполнители слова, а не слушатели его, которые только обманывают себя. Это значит, что ты не делаешь то, что ты хочешь, а ты делаешь то, что ты поступаешь, как тебе слово повелевает поступать. Ибо кто слушает слово, 23 стих, и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел, то есть он посмотрел в зеркало, там поправил кое-что, увидел свою внешность, отошел от зеркала и тут же забыл, как он выглядит. Вот так вот человек, который читает слово, знает его, но не исполняет. Вот. Но смотрите, 25 стих. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон, и дальше сказано, закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Ну, в другом месте сказано, тот будет счастлив во всех своих поступках. Он будет просто счастлив. То есть, если ты хочешь быть счастливым в этой жизни, как Бог сказал Иисусу Новину, «Да не отступает эта книга от уст твоих, то есть, поучайся в день и ночь, и будешь успешен во всех делах». То есть, ты будешь счастлив, ты будешь благословен. И то же самое и здесь. Но обратите внимание, как здесь назван закон, как здесь сказано о Слове Божьем, что это есть закон совершенный, и дальше что сказано? Закон свободы. С одной стороны, если ты подумаешь, то это противоречит другому, потому что Слово Божье, закон Божий накладывает узы, и он говорит, что это закон свободы. То есть, узы и свобода, они же противоречат друг другу. No, они не противоречат друг другу. Потому что этот закон дает человеку свободу. Свободу от чего? Свободу от греха. Он его освобождает от греха. Он освобождает человека от самого себя. Закон говорит, не делай то, что ты хочешь, а делает то, что я говорю, Бог говорит. Поэтому закон Божий называется законом свободы, потому что человека освобождает от своих похотей, от своих вожделений. А он дальше говорит в 4 главе, откуда у вас распри, откуда у вас проблемы? Не от вожделений лих ваших, воюющих, членов ваших. Поэтому слово требует повиновения, слово требует исполнения. Блажен, кто исполняет. То есть, другим словом, блажен – это значит счастлив по-своему, говоря таким зимным языком. А когда ты будешь исполнять слово, ты не будешь исполнять свои желания. То есть, ты будешь под вузах как бы этого слова. Вот поэтому называется закон свободы. Он освобождает человека от похоти, от греховных вещей. Иисус сказал, я уже заканчиваю, Иисус сказал в другом месте, я без Отца ничего не могу делать. Помните, Он сказал, все, что я делаю, я вижу Отца впереди идущего и творящего, и делаю то же самое, что я вижу. То есть, Он не делает, что Он хочет. Вот это Он говорит. Он не делает, что Ему хочется. Хотя, если Иисусу Христу хочется, то это… Мы можем доверять Его хотениям. Ну, почему мы можем доверять Его хотениям? Потому что в Нем же человек тоже был, но Он постоянно… Посмотрите, вот на Иисуса Христа. Он постоянно ограничивал себя. Постоянно… Ну, не того, чего я хочу, помните? А того, что ты хочешь, постоянно. О такой свободе, что, мол, хочу все… Значит, то, что Он хочет, Он говорит, ноу, я отрекаюсь от этого. Но чего ты хочешь? Потом… Поэтому то же самое Он говорит и нам. Он и нам говорит, что «Как я не мог делать ничего без Отца, так и вы», Иоанн 15-й главе говорит, «вы ничего не можете делать без Меня». Но чтобы делать то, что Он хочет, мы должны тоже сказать, что уже не того, чего я хочу, а того, чего ты хочешь. Это и есть какая-то зависимость. Поэтому основная моя мысль сегодня была, что не надо стремиться к независимости от Бога. А я и не стремлюсь. А когда ты не слушаешься, вот это и есть стремление к независимости. Твое непослушание, твое несмирение перед Его волей, перед Его словом – это и есть желание быть независимым, что есть губительно для человека. Нам нужно полное… Мало того, нам нужно еще больше молиться и стараться еще больше быть зависимыми от Бога. Чтобы на нас были вот эти Божьи узы, которые, в принципе, есть blessings for us и которые есть гарантия нашего успеха. А для этого нужно что? Для этого нужно послушание, смирение, кротость, воздержание – вот эти вот вещи. И сказано, чтобы люди смирялись, чтобы люди были кроткими, как Моисей был кратчайший человек, и постоянно смиряли себя, чтобы быть послушанием. Ибо мятежники не дойдут. Не дойдут. Окей? Субтитры создавал DimaTorzok